А что серебро всё-таки несёт в себе для человека? Но вообще серебро изначально — это как чистящий металл. Он на себя негатив забирает. Но если вы чувствуете, что вы уже как самоочищающийся ресурс, то вы не сможете носить серебро. Потому что для вас будет это, знаете, как… Я уже ничего не принимаю, потому что я работаю как Wi-Fi на раздачу. А он, получается, тянет на себя и вытягивает какую-то грязь. У него функция такая, а тянуть нечего. И как бы он немножко как обезвоживает вас. Поэтому как украшение, как куда-то сходить, как покрасоваться, потому что в нём очень много всего. Пожалуйста, вы можете вообще любые украшения. Вообще самое классное — это когда вы перестаёте на что-то навешивать какие-то огромные образы, огромные символы. То есть вот это украшение меня сделает вот это. Вот это защитит вот от этого. Вот это даст мне вот это. Не делайте так, ребят. Это же опять… Про что? Про передачу ответственности. Я передаю ответственность за то, что происходит со мной, с моим родным телом, на какой-то аксессуар. Вот этого лучше не делать. Вы должны понимать, что просто вам аксессуары что-то дают. Они должны вам быть в помощниках, не защищать, не обереги, вот эти громоздкие обереги. Вот иногда смотришь на человека, я вижу, что у него вот это вот какое-то украшение имеет роль как оберега. И он прямо растворяет этого человека. Человека получается как будто бы самого человека нет. Ну то есть вот я могу сказать про себя, да. Вот эти вот серёжки, я вам уже сказала, да, они такие как маленькие зеркала, маленькие кружочки. Они как для меня, как пёрышки такие. И я не концентрируюсь на других мирах. Вот это вот маленькое зеркало. Ну это как зеркало, оно просто как золотое, просто обычный золотой. Весь всего. На очень-очень тоненькой цепочке, вот это как колье, да, оно сделано, оно не снимается, оно с двух сторон прицеплено. Такой вот кружочек. И когда человеку сложно со мной разговаривать, либо я что-то говорю, что он не может воспринять, либо ещё что-то, ну неважно что, у него тогда идёт концентрация не на моих глазах, не на моих словах, а он неосознанно начинает смотреть вот сюда. И его это расслабляет. Он видит нейтральный блеск, он его с одной стороны привлекает, а с другой стороны это его чувство безопасности, что он не с какой-то говорящей головой разговаривает, который он может меня описать как очень умную, и на фоне этого быть замкнутым, или очень дурную, и на фоне этого быть раздражённым, или там ещё какую-то. И у него тогда будет вырабатываться какой-то физиологический компонент человеческого отношения к тому, что он придумал. И чтобы просто убрать вот эту преграду его к моим речам, чтобы он воспринимал это так, как он может воспринимать это в своём сознании, не акцентируясь на каком-то раздражающем фактором физиологическом, то у меня вот эта вот штучка. И тогда он просто, получается, он просто на неё смотрит, и у него мозг отключается, переключается с меня, с глупой, умной, дурной, раздражительной, на единый фактор, просто блёска. И просто мозг начинает на неё акцентироваться, и он не может сосредоточиться на своих эмоциях, которые бы его сковывали. Вот и всё.